В главном фойе театра можно будет увидеть работы современных художников, авторские ювелирные коллекции, костюмы монгольского художника по текстилю Мансхайола Бацуха в редких уникальных техниках. Материал сам по себе – это войлок, очень древнейший доисторический материал, что выполнен по технике того времени. Из мыла используется только вода и шерсть. Текстильные картины воссоздают мир, в котором жили древние художники. Это взято из алтайского петроглифа. Я не перерисовал, просто сюжет я придумал. А вот здесь еще на коляску сделаны олени, здесь волки. Такие сюжеты у нас много. Раньше наши шаманы приучили волков держать в коляске. Для выставки были выбраны наиболее яркие образы и целые композиции из 10 крупнейших комплексов монгольского и русского Алтая, в том числе с территории национального парка Таван-Богт, включенного в список культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку эта тема вызывает вообще живой интерес во всем мире, все, что происходило на Алтае в давние исторические периоды, а это 3-4 века до нашей эры, вот это находит отражение как раз в рамках этой выставки. Здесь же представлены фотокартины Андрея Клюева. Рядом с выразительными образами петроглифов они позволяют увидеть диалог художников, разделенных тысячелетиями. Выставка уже проходила в Москве в октябре прошлого года под патронажем Российской Академии Художеств, но с тех пор экспозиция обогатилась работами художников-ювелиров, монгольских мастеров и фотокартинами. Открытие выставки в Зимнем театре состоится 29 ноября в 17 часов. В ее рамках запланирован показ коллекции костюмов, созданных в архаичной технике валяния. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok